Не такое сложное, выиграть 39 боёв, ёпт. Ага, чё, на все выходные. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта текст создателя контента Vider, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И всё. Итоги будут проведены на моём стриме, стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, и у нас опять обзор обновлений, связанный как раз таки с игрой «Сладость или гадость». Я, на самом деле, думал, что когда вчера опубликовали инфу по поводу Хэллоуина, кстати, кто не видел, посмотрите предыдущий ролик, уже, ну, никакой игры не будет, потому что в особых заданиях у нас не оказалось никаких конфет, ничего такого прикольного, а потом я вспомнил, что в особых заданиях-то эти конфеты никогда и не были, и поэтому стоит ждать сегодня то самое обновление по поводу ещё одной мини-игрушки. Ну и прикушая, как говорится, возможность ту самую, что... Ну вот, есть здесь у нас скиночек, да, там вроде то ли на молота, то ли на грома, соответственно, скин демоник и на викинга. Скинули мне этот скриншотик, на самом деле, очень давно, заблаговременно, до того, как, соответственно, вся эта информация появилась ещё вчера, когда ещё никто это всё дело не записывал. У меня уже был, соответственно, был этот скинчик, но я так подумал, ну а что ради одного скина записывать ролик, лучше уж дождаться сладости или гадости. Короче, что у нас здесь такое интересное происходит? Давайте обо всём по порядку мы с вами поговорим. Перед этим, опять же, ребят, не забывайте, пожалуйста, ставьте ролики, потому что в последнее время Ютуб меня очень сильно душит, задушливает. В реке, соответственно, стримчики, не ролики, ну, почти не кидает, уведомлял меня, не шлёт, поэтому было бы неплохо с вас, ребят, получить ту самую поддержку, которую вы можете сделать буквально за одну секундочку. Вам не сложно, а мне дико приятно. Это, соответственно, комментарий и Лукас. Всё. Так, переходим непосредственно к игре. 28 января приглашаем вас отправиться с нами в мистическое путешествие в поисках ценных призов с рестартом сервера в пятницу на специальном сайте. Ребята, только на этом сайте, только с этих, соответственно, штуки переходите. А, хе-хе-хе-хе, понял. А мы запускаем мини-игру «Сладость или гадость», которая продлится с 5-го, получается, с 5 по МСК 28 октября по 24 ноября. Вы будете покорять демонические острова в загробном мире и получать за это призы. Но чтобы ваш танк мог передвигаться между таинственными островами, ему, конечно же, нужны подкрепления в виде леденцов. Угу. Ну, то есть леденцы такие же, как и у нас в прошлом году были. Это специальная валюта данного события. Отслеживать количество запасов леденцов можно в интерфейсе мини-игры. Получить их можно будет следующими способами. За выполнение ежедневных миссий до по 4 леденца. Это за каждую миссию или, соответственно, за все 3 миссии? Ну, наверное, за каждую. За выполнение специальных миссий событий по 40 леденцов. Мгм. Из специальных леденцовых золотых ящиков по одному леденцу. В составе спецпредложения к Хэллоуину пакетов, премиум аккаунта и танк коинов. Важно, сайт мини-игра сладости и гадость будет недоступен на мобильных устройствах. В мобильной версии можно зарабатывать леденцы. Но вот для входа в специальный сайт придется использовать компуктер. А если пуффин браузер? С пуффин браузером, наверное, опять все будет работать замечательно, так как это работало у нас в прошлом году. Так, как начать? Нам рассказывают, соответственно, все показывают. Что вы начать, необходимо авторизовать на сайте мини-игры. Используйте логин и пароль своего игрового аккаунта. Если вы играете через ВКонтакте или Гугл, вам необходимо будет обратиться в техподдержку. И вам, соответственно, это все дело дадут. Острова. Карта мини-игры состоит из островов, на каждой из которых вас будет ждать сладость или гадость. Сначала про сладости. Кристаллы, танк коины, контейнеры и батарейки. При посещении острова сладость заправляет специальное хранилище на чекпоинте. Они сразу начисляются на аккаунт. На один ход расходуется 10 леденцов. Можно продвинуться на 1, 2 или 3 острова вперед. Теперь про гадости. На пути встречаются и особые острова фортуны. Попадая на них, вы можете как перейти вперед, так и отправиться назад на 5 клеток. В рамках одного круга каждая ловушка может сработать только один раз. Так что, если вы попали на остров фортуны и были отброшены назад, в этом круге ловушка снова не сработает. Не переживайте, даже если фортуна не на вашей стороне, это я, и вас отбросит назад, вы сможете снова получить награду за каждый повторный пройденный остров вперед. Ну, я понял, я тебя понял. Вот такие, короче, острова будут. Ну, что-то прям, ну, очень похоже, что у нас было, соответственно, в прошлый раз. Это здесь устройства еще будут даваться. Здесь он брал Старс, это опять Смака, как я понимаю, и Васпик Легаси. Можно было бы еще что-то новое приготовить для этого Хэллоуна. Типа для прошлого приготовили, а для этого типа... И так сойдет еще, а не вот это вот его пингвицах, Хэллоуна какие-то, а в тяху. Путь на... О, вот да. Вот эту штуку мне скидывали. Путь начинает с первых чекпоинт, а мини-игра завершается после пяти кругов. При достижении шестого чекпоинта, пройдя круг целиком, игрок попадает на чекпоинт главный остров. На нем расположен специальное хранилище, в котором складируются все призы, которые игрок получил на островах. При посещении главного острова, игрок может перенести все призы из хранилища на свой игровой аккаунт. Более того, на каждом чекпоинте мы добавили в ваше хранилище еще больше уникальных призов. Призы. В призах новый демоник скины для викинга и молотая тематическая краска жуть. Первый чекпоинт, тематическая краска жуть. Второй чекпоинт, припас ядерная энергия, слот защитный для модуль, неплохо. Устройство для молота, подавляющий выстрел. Третий чекпоинт, смоки и васпик легаси, устройство Brawl Stars. Четвертый чекпоинт, кризис, устройство для молота, пульсар. О, новое устройство. Пятый чекпоинт, скин демоник для викинга, защитный модуль, броненосец. И шестой чекпоинт, демоник для молота. Специальные миссии с леденцами. Ну давай, поглотить лед душ, попасть 9 раз в топ-3. Нам здесь дают 7 контейнеров и 40 леденцов. Выиграть. Выиграть. 39 боев, оказаться в команде победителей. Использовать World Drive 69 раз. Уничтожить 99 танков. Используя критический урон в любых матчмейкинговых битвах. Какие душные задания. Набрать 999 звезд в любых матчмейкинговых битвах. Это именно в матчмейкинговых битвах надо набрать. Набрать 9999 очков битв в любых матчмейкинговых битвах. Заработать 999999 кристаллов в любых матчмейкинговых битвах. Ух ты, хат какой. Как это все сложно. Какие максимально душные задания. Ну вот это типа легко. Тоже душного. Вот это вот. Самое легкое задание, ребята, это на очки. Реально. Звездочки. Если это нужно зарабатывать только в битвах. Это офигеть какая душнота. Уничтожить 99 танков. Кристический урон. Тоже не так просто. 69 оверов. Ну, кстати, тоже более-менее нормально. Не такое сложное. Выиграть 39 боев. Ага. Все нахер. На все выходные. Здесь у нас спицух, которого можно будет покупать. Вроде как конфеток вот в этой вот спицухе маленькая. Немножко нам поменьше стоит. Ну ладно. Посмотрим, что за у нас мини-игра будет. И список изменений. Давайте по бырику пройдемся. По самым, соответственно, интересным штучкам. Исправлен логико переключения управления в настройках. Итак, дроны. Больше невозможно снять с танка. А уже это. Для доступа к применению припаса повышенной защиты, повышенного урона ускорения. Теперь требуется экипировать любой дрон. Пушка молота. Содача пушки снижена. Устройство дуплет. Разброс дроби больше не увеличивается этим устройством. Адаптивная перезарядка. Время перезарядки кассеты увеличивается на 25% вместо 10. Дыхание дракона устройства легендаризировано. То есть ее можно было купить за кристалл, а сейчас нельзя. Довольно гарантируемое наложение статус эффекта горения последним выстрелом в обойме на 4 секунды. В случае критического попадания выстрел. Ого. Ого. Неплохо. Магнитная кортечка. Критический выстрел накладывает статус эффекта электромагнитного импульса на 1 секунду. Парализующая кортечка там тоже. Так. Пушка твинс. Устройство испепилятор. Криотон. Магнитрон. Время действия статус эффекта электромагнитный импульс снижено с 2 до 1 секунды. Вот это от печалика, конечно. Тектоническая плазма больше не снижает скорость. Время действия увеличено. Это плазменный инжектор. Угу. И плазменный дисрубрутор. Больше не повышает скорость и дальность снарядов и не снижает скорострельность. Ага. Корпус Викинг. Время действия овердрайва увеличено с 7 до 8 секунд. О. Всего. Это я ныл. Ежедневные миссии на победу в боях больше не выдаются. Слава богу. Наконец-то. Это тоже я ныл. Наконец-то. В недельных миссиях число звезд для выполнения любой недельной миссии снижено до соточки. А вот это вот печально. Ежедневная миссия завершить бой требует на 1 бой меньше для выполнения. 4. Окей. Про битвы. Рост фонда и про битв на низких званиях увеличен до 3 раз. А для легенд скорость роста фонда остается без заменений. Ньюной лимит кристаллов снижен до 15 косарей. Ньюной лимит с премиумом снижен до 66. Ньюной лимит опыта снижен. Это тоже снижено. Снижено. Ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok